Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос» в студии Марат Сафаров. Много народных традиций сохранилось, сбережено, соблюдается и сейчас, а еще больше сохранилось благодаря экспедициям наших этнографов. И вот сегодня мы об этом узнаем больше, а также вновь обратимся к русскому северу, который, как наши постоянные радиослушатели, наверное, замечают, он часто главный герой наших эфиров «Нац. Вопроса». Настолько неисчерпаема культура русского севера, и поэтому часто с большим удовольствием мы к ней обращаемся. Со всем этим богатством поможет разобраться гость нашей программы, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ имени Ломоносова, руководитель северно-русской этнографической экспедиции, вот поэтому русский север, старший научно-редактор большой российской энциклопедии Андрей Туторский. Андрей Владимирович, приветствуем вас в эфире Вести ФМ. – Здравствуйте, Марат, спасибо, что пригласили. – Ну, прежде всего, начнем, наверное, с того, вот, часто мы к этому обращаемся, но, тем не менее, повторение мать учения для самих себя. Что такое русский север? Почему мы до сих пор считаем это пространство кладезем русской традиционной культуры? Так часто туда отправляются этнографы, фольклористы, вообще теперь и путешественники, север становится доступней, север становится, ну, я бы даже сказал, может быть, кто-то не согласится, более таким модным направлением туризма, особенно учитывая, что внутренний туризм у нас очень активно развивается. Я знаю многих своих знакомых, которые впервые побывали на русском севере, они не гуманитарии, они не ученые, не исследователи, но приехали впечатлениями, можно сказать, на целую книгу. Вот что же такое русский север? Почему мы так его любим? Ну, наверное, русский север был объектом пристального интереса жителей России всегда, просто раньше, наверное, до второго десятилетия XXI века он был объектом паломничества таких любителей русской культуры, туда ездило очень много фольклорных экспедиций научных, и существовало также фольклорное движение, это было такое любительское движение, преимущественно из филологов, которые ехали на русский север, собирали там сохранившиеся формы фольклора и использовали их потом в постановках фольклорных театров. А, наверное, за последние 15 лет туда уже приехали такие обычные туристы, которые едут за обычными, наверное, туристическими впечатлениями. А географически мы можем определить русский север? Вот часто мы с нашими гостями, которые профессионально занимаются русским севером, не так давно мы общались с Еленой Михайловной Юхименко из Государственного исторического музея, нашим выдающимся, можно сказать, исследователем русской литературы, древней русской литературы, вот определяли географию. Очень интересно узнать вашу версию, что же такое русский север, откуда он начинается, прежде всего? Ну, есть два взгляда на то, что такое русский север, один более филологический, а другой больше такой этнографический. Этнографы обычно используют в своих работах географические границы. Водораздел рек, соответственно, впадающих в Черное Каспийское море, и водораздел рек, впадающих в Белое море, вот, собственно, границы русского севера. Всё, что к северу, это русский север. Сердцем русского севера считаются Архангельская и Вологодская области. А, скажем так, протяжённость его широтная с запада на восток, это большая проблема, потому что в самом широком понимании туда можно включить даже какие-то восточные районы Ленинградской области. Туда включается часть Кировской области, включаются некоторые районы Коми-Республики. А в узком смысле это, конечно, Архангельская и Вологодская области. То есть в узком смысле, и как, наверное, поднимают больше фольклористы, это такое административное деление. Просто административное деление в XIX и XX веке очень серьёзно изменилось. То есть границы Вологодской губернии и Вологодской области очень не похожи. А Архангельская губерния XIX века включала в себя и современную Коми-Республику, и современную Мурманскую область, и Новую Землю. И вот, соответственно, русский север был куда больше в конце XIX века, чем сейчас. Но если вот брать это колоссальное пространство нашей страны, какая-то определённая однородность в укладе жизни, может быть, в диалектах более или менее близких, но самое главное в этнографическом таком комплексе, она наблюдается до сих пор? Я бы сказал, что там наблюдается, как и в нашей стране в целом, некое единство в очень серьёзном разнообразии. То есть там очень много разных региональных центров, которые существенно друг от друга отличаются. И для жителей очень важны эти отличия. Но вот если мы сравним культуру этих различных центров, допустим, с культурой жителей сельских областей Центральной России или, тем более, Южной России, то, конечно, обнаружится много сходств. Обычно среди таких сходств выделяют северные окающие говоры, обычно среди таких сходств выделяют распространение былинной традиции, и обычно среди таких общих черт выделяют, ну, скажем так, особый северный свадебный обряд, который отличается от Южного тем, что он такой очень трагичный, и невеста фактически прощается с родителями, почти отправляясь на смерть, в отличие от Южного обряда, где свадьба представляет собой всё-таки весёлое действие. А вот если мы говорим о поморах, вот такой общности, по-разному трактуются, и в литературе поморы, их статус, скажем так, да, и сами поморы по-разному себя осознают, на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что вот земляки Михаила Васильевича Ломоносова и других наших выдающихся северян, они до сих пор чем-то, вот, какими-то чертами культуру, уклада отличаются до сих пор, то есть они до сих пор сохранили эту традицию, мы знаем совсем недавно, там, буквально несколько лет назад отмечалось очень активно столетие Фёдора Абрамова, русского писателя, который, деревенщика, который очень много рассказывал о своих земляках, и как-то напомнил о поморской культуре, всей большой нашей русской литературе, и его юбилей был повод напомнить ещё раз, да, о них. Вот на сегодняшний момент мы можем говорить, вот мы поехали в это село, мы приехали к поморам? Я люблю так говорить, и меня местные жители всегда поправляют. Дело в том, что понятие помора имеет несколько толкований, да, самое широкое – это жители поморья, то есть всех побережий Белого моря, а узкое толкование – это группы людей, которые профессионально занимались выловом морского зверя, ну, и попутно морской рыбы. И вот с этим таким хозяйственно-культурным типом, с этим особым типом хозяйственных занятий, есть такая особенность, что в XVIII веке, да, когда родился Михаил Васильевич Ломоносов, он и его отец ещё ходили на Мурман и занимались зверобойным промыслом. И даже жители, скажем так, среднего и верхнего течения Мизени, среднего и верхнего течения Северной Двины тоже занимались этими промыслами. Затем количество людей, занимавшихся промыслами именно морскими, стало сокращаться. И к началу XX века поморы, вот именно как специалисты по ловле морского зверя, остались только непосредственно побережьях. Поэтому, например, Фёдор Абрамов, родившийся в деревне Веркало Пинежского района в нескольких сотнях километрах от побережья Белого моря, наверное, для нас из Центральной России помор, но местные жители никогда не скажут, что они поморы, и скажут, что не поморы, они там на берегу моря, они ловом зверя занимаются. А мы здесь просто крестьяне северные. Жители, да, там Архангельской области. То есть вот какое-то определённое самосознание, оно всё-таки наблюдается. Я в этом смысле вспоминаю многократно, мне рассказывали о том, как Михаил Александрович Шолохов принимал в Вёшенской молодых литераторов, и как он просил их рассказать на своих родных языках или диалектах стихи, или кусочек прозы. И когда высказался, значит, помор и донской казак, его земляк, Шолохов сказал, ведь они разговаривают практически на разных языках, но они оба русские, да, и они оба принадлежат большой русской культуре, хотя и в таких очень разных, в том числе и диалектных особенностях. Северно-русская этнографическая экспедиция. Чем она занимается? Вот есть ли какие-то материалы, доступные нам, не специалистам в области этнографии Севера, которые могут быть интересны нашим слушателям? С чем можно познакомиться? Какие-то вот такие определённые достижения, вашей легендарной, можно сказать, этнографической экспедиции? Достижения нашей легендарной экспедиции связаны, наверное, с именами преподавателей кафедры этнографии, которые её основали. Это Михаил Владимирович Витов и Геннадий Герасимович Громов. Витов создавал такую географическо-математическую модель заселения русского Севера, которую он предполагал использовать для того, чтобы понять механизмы проникновения славян в междуречье Волги и Оки. И на примере русского Севера, куда новгородцы проникали в XI-XII веках, он пытался показать, как шло заселение тех территорий, где сейчас находится Москва. Его труды – это огромное количество статистических таблиц и карт распространения различных объектов материальной культуры были изданы в 1997 году под заголовком «Этнография русского Севера», Институтом этнологии и антропологии. И это не до конца обработанный материал, это, скажем так, статистические данные, которые еще ждут того человека, который будет их трактовать, описывать и толковать. Следующий руководитель Северно-Русской экспедиции Геннадий Герасимович Громов в 70-е годы, он очень много ездил в 60-е годы на Русский Север, он переключился на исследования материальной культуры. И на материалах «Русского Севера» в том числе он создал серию публикаций, это были статьи, допустим, «Одежда XVII века», «Обувь XVIII века», которые были изданы в сборниках «Русская культура XVII века», «Русская культура XVIII века», «Русская культура XVII веков». И за них он получил государственную премию. То есть это действительно выдающееся достижение, это очень интересные статьи, которые можно читать и перечитывать, потому что они, несмотря на то, что они по объему как научные статьи, но по насыщенности содержания не как энциклопедические статьи. Это тоже большое достижение. А мои публикации, потом был в 90-е годы в связи с перестройкой небольшой перерыв, с 2000-х годов русская этнографическая экспедиция на север, северно-русская этнографическая экспедиция была возобновлена по настоянию нашего заведующего кафедры Алексея Алексеевича Никишенкова. И у меня, наверное, нет таких больших достижений, как у моих легендарных предшественников, но у меня есть целая серия статей и на русском, и на английском языках, в которых я рассказываю о различных аспектах культуры, в частности, например, как вызвано отношение местных жителей медведей, как относятся на русском севере к рассказыванию неправды и так далее. Вот про медведя очень интересно. У нас немножко времени остается до конца первой части, но мы знаем медвежьи традиции у финно-угорских народов, у народов севера, а у русских северян каким образом складываются отношения с медведем? Медведь – это хозяин леса, и все северяне имеют в лесу избушки, где они ведут промыслы. И когда они приходят к этой избушке, они здороваются. Кто-то здоровается самой избушкой, а кто-то здоровается с хозяином этой местности, с медведем. И медведь воспринимается, как такой лесной человек, который, скажем так, ведет себя так же, как охотник, то есть он может охотника наказать, может охотника убить, его может охотник убить. И это отношение очень симметричное, как бы сказали, на Западе. То есть в определенной мере какие-то антропоморфные, человеческие черты предаются медведю. Да, то есть он такой человек леса. В отличие от, допустим, лосей, горностаев, волков и зайцев, с которыми тоже есть определенные отношения, но к ним относятся не как к антропоморфным существам. Да, животные и животные. А здесь вот такое животное высшего порядка. Понятно, разберемся и дальше. С русским севером будем знакомиться в нашей программе и с праздниками весенними, которые отмечают в нашей стране, с доцентом кафедры этнологии исторического факультета МГУ имени Ломоносова, руководителем северно-русской этнографической экспедиции Андреем Туторским. Нацвопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.